Международный день пожилого человека. Сотрудники городской полиции поздравили ветеранов ОВД. В знак благодарности за многолетний труд и профессиональное мастерство им вручили подарки. К поздравлению присоединилась и наша съемочная группа. Репортаж Ирины Волокитиной. Времени властно над человеком, если он молод душой и тверд духом, говорит Петр Куземский. Отработав порядка 30 лет в милиции, а затем в полиции, подполковник в отставке остается приверженцем активной жизненной позиции, являясь председателем общественного совета. Вот человек, сколько живет не по возрасту, а как он себя чувствует. Вот это его возраст. А вы думаете сами, как вы хотите думать. Чувствует человек, что ему нравится жить, жизнь нравится. Вот такой он и молодой есть. Внимание коллег и друзей добавляет приятных эмоций. Они не забывают его заслуг перед городом и страной. Благодарим вас за службу от имени руководства ветеранской организации. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Для сотрудников полиции чествование своих ветеранов Международный день пожилого человека – это добрая традиция. Проявление уважения и признательности к своим наставникам. Тем, кто дал молодым сотрудникам путевку в жизнь. Передал опыт и тонкости работы. Владимир Лян пришел на работу в органы внутренних дел в 1965 году. Тогда в отделении работало всего 12 человек. Пришлось выполнять и обязанности участкового, и дежурного. Владимир Ильич Лян был мой первый наставник, когда я приехал сюда в 1982 году. Затем мы дружили с семьями, проводили все праздники. Работали в одном подразделении длительное время, пока он не ушел на пенсию. Ну, а я потом пошел в РОС, закончил службу в звании майора милиции, заместительного начальника ИВС. А служили мы вдвоем с ним в ИВС, простыми постовыми. В городском совете состоит 112 ветеранов ОВД. И все они – пример для подражания. Ирина Волокитина, Дмитрий Сарид, программа «Время местное». Дмитрий Сарид, программа «Время местное»